Из всех вариантов правительства по дальнейшему сотрудничеству с Центерой наиболее компромиссным и обсуждаемым является, по мнению правительства и многих аналитиков, создание совместного предприятия с долевым участием в проекте. Планируется, что оно будет зарегистрировано на территории Кыргызстана, и доля республики в нем составит не менее половины всего пакета акций. Но при этом страна должна будет отказаться от своих активов в канадской компании Центера. Похоже, что такой вариант устраивает даже ярых сторонников национализации месторождения Кумтор. Впрочем, отдельные политики предлагают и иной вариант развития событий вокруг Кумтора. Тему продолжат мои коллеги. Последние разбирательства вокруг крупнейшего в стране золоторудного месторождения длятся уже больше года. За это время звучало много критики как в адрес иностранной компании, так и прежнего руководства страны, которое заключило соглашение с Центера Голд. Много нареканий от общественности и к сегодняшнему кабинету министров и парламенту, которые довели ситуацию до того, что стоимость активов Кыргызстана в Центере обесценилась более чем на миллиард с лишним долларов США. Не в последнюю очередь из-за пикетов и акций протеста, на волне которых зазвучали требования о пересмотре или разрыве соглашения с канадцами, и вероятно именно митинговые настроения населения, подогреваемые заинтересованными лицами, подтолкнули обе стороны переговорного процесса перейти к активной фазе. Мы должны учитывать экономические интересы прежде всего, но учитывать еще мы обязательно должны и общественное настроение, потому что, к сожалению, доверие по Кумтору потеряно давно, потому что с самого начала было очень много таких неправильных решений по Кумтору. Но похоже, что в череде неправильных решений появился вариант, который может устроить обе стороны создания совместного предприятия. Предполагается, что новую компанию зарегистрируют на территории республики, а значит и платить налоги она будет по кыргызстанскому законодательству. При этом республике предлагается отказаться от 33% акций в Центере и взамен получить долю в новом совместном предприятии. Но теперь именно размер пакета акций СП, на который может претендовать наша страна, и является наиболее спорным вопросом. Поступления в бюджет будут идти такие же, может быть даже увеличатся, если мы создадим совместное предприятие по Кумтору и будем только владеть Кумтором. Наша доля будет большая, у нас активы могут вырасти, поступления в бюджет будут увеличиваться. Но я боюсь, что это будет недолгосрочным. В какой-то степени из-за того, что менеджмент не будет самым лучшим, есть даже из-за того, что эта компания может даже встать. Не только эксперты признают, что развитие новой компании возможно при условии, что во главе СП будут стоять профессиональные менеджеры. И желательно, чтобы производственным процессом управляли иностранцы. Тогда, как уверены многие, можно будет избежать остановки производства. Однако, среди общественности есть опасения, что если во главе нового совместного предприятия встанут наши горе-патриоты, то не удастся избежать ни коррупции, ни самого плачевного исхода. Ни в коем случае на эти должности не должны попадать какие-то там политики, пустословы, которые могут сейчас использовать ситуацию для того, чтобы пролезть в компанию и попытаться зарабатывать на этой компанию деньги или создавать какие-то коррупционные схемы. Здесь этого быть не должно. Чтобы рассмотреть и взвесить все за и против, у правительства осталось не так много времени. 10 сентября правительство должно представить в парламенте один из вариантов решения вопроса по кумтору. Но похоже, что до сих пор, видимо, нет четкого понимания того, в каком русле вести переговоры с канадским инвестором, на какую долю акций претендовать, да и в целом, какие выставлять условия. Единственное, что признают чиновники открыто, это огромный вклад иностранной компании в бюджет государства. Я пока могу одно, безусловно, отметить, что кумтор должен работать и приносить пользу Кыргызстану. Я в этом уверен. Он должен работать. Но что касается условий соглашения, мне трудно пока говорить. Думаю, что коль правительство до 10 сентября попросило время для завершения переговорных процессов, надо просто дождаться этого. Есть мнение, что правительству стоит ускориться в определении приоритетов. Ведь от решения вопроса вокруг столь важного стратегического для республики объекта, как кумтор, зависит не только объем поступлений денег в бюджет страны, но и судьба самого кабинета министров. Как только начинаются большие срязки по кумтору, вылетает либо правительство, либо парламент. И сейчас это тоже может произойти. Если до осени правительство не решит проблему переговоров с кумтором, то есть не будет итогов, то осенью, конечно, правительство дементора Росатавалдива однозначно уходит. Вопрос о дальнейшей судьбе месторождения кумтор сегодня очень чувствительный для страны. Пока ситуация в Иссыкульской области стабильна. Местные жители готовы дождаться окончания переговоров. Они обещают не выходить на митинги и не блокировать работу золотодобывающего предприятия. Но главное, что требуют люди, прозрачности схем распределения выплат от кумтора. Ведь не важно, каким пакетом будет владеть Кыргызстан. Если средства не будут распределяться справедливо, не исключены новые волнения в республике.